Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья. И сейчас вы увидите 129 выпуск новостей о Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Мы расскажем вам о новейших разработках, которые были продемонстрированы публике во время проведения EcoFest 2018. Итак, давайте знакомиться. Юнимобиль. Во время EcoFest 2018 внимание публике было приковано к новому промышленному образцу подвижного состава струнных транспортных систем – Univindu. Ежегодное отчетное мероприятие EcoFest 2018 стало площадкой демонстрации новинок Skyway. Гостям мероприятия был представлен прототип беспилотного летательного аппарата на базе вертолета К-26. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. На EcoFest 2018 публике были продемонстрированы новейшие разработки Skyway. Одной из них является электромобиль для людей с ограниченными возможностями или Unimobile. В его конструкции впервые в истории воплощается инженерное решение, при котором человек с инвалидностью, находясь в кресле-коляске, имеет возможность управлять автомобилем. По словам генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого, с этим электромобилем маломобильные люди смогут стать, например, таксистами или развозчиками пиццы. В машину водитель заедет на инвалидном кресле и, сидя в нем, сможет управлять ей. Само кресло выполнено как кресло водителя, имеет электропривод, на котором можно проехать 40 км со скоростью до 20 км в час. То есть само инвалидное кресло, не имеющее аналога во всем мире, является маленьким электромобилем. Напомним, что с 4 по 20 августа 2018 года проходит конкурс на лучшее название первого прототипа Unimobile Skyway. Если вы хотите принять участие, заходите на сайт Unimobile.by. Названия Unimobile, как и сам прототип, впервые будут публично представлены на специализированной выставке InvoExpo «Общество для всех», которое пройдет с 12 по 14 сентября 2018 года на территории ВДНХ в Москве. Ну а пока подробнее ознакомиться с характеристиками новой разработки и ее возможностями вы можете на нашем сайте. На Экофесте 2018 был продемонстрирован новый промышленный образец продвижного состава струнных транспортных систем Univind. Univind – легкое подвесное монорельсовое транспортное средство малой вместимости, используемое на транспортных системах SkyWay на городских и пригородных линиях с гибкой путевой структурой. Гибкая путевая структура позволяет в дальнейшие сроки создавать легкие трассы для организации сообщения в малонаселенных или отдаленных районах, а также на местности со сложным рельефом. Данный тип путевой структуры отличается максимально простой и функциональной конструкцией, что делает ее одним из самых доступных решений для организации транспортного сообщения. Благодаря модульной конструкции Univind может использоваться как для перевозки пассажиров, так и для транспортировки грузов. Больше информации и подробные характеристики, а также небольшой видеоотчет о Univind вы легко найдете на нашем сайте. Во время проведения ежегодного отчетного мероприятия «Кафеста-2018» публике была представлена новая разработка – прототип беспилотного летательного аппарата на базе вертолета Ка-26. Новинка получила название Комбо, вызвала большой интерес среди гостей Кафеста. По словам генерального конструктора SkyWay, Комбо – самый крупный дрон в мире, который сможет перевезти полторы тонны груза на высоте в несколько километров со скоростью 170 км в час на расстоянии до 500 км. Это не игрушка, он необходим для строительства струнных дорог в сложных природно-климатических условиях – в горах, при пересечении рек, озер, болот, в джунглях и в тундре. К нему уже проявляют большой интерес во многих странах мира. В этой разработке инженеры SkyWay реализуют собственный ноу-хау в области создания интеллектуальных систем управления транспортным средством, которые уже применяются в подвижном составе SkyWay. Комбо – симбиоз хорошо зарекомендовавшей проверенной временем платформы и новейших интеллектуальных систем управления. Это сочетание делает его уникальной разработкой с широкими возможностями в сфере коммерческого использования. Но это, конечно, не все возможности нового дрона Комбо. Еще больше информации, технических характеристик и ответов на возникающие вопросы, а также небольшой видеоотчет об этой уникальной разработке вы легко найдете на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах каждую неделю, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!